Проповедь 137 И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Евангелие от Луки, 23 глава, 42 стих. Распятый разбойник был последним спутником нашего Господа на земле. Какое жалкое общество выбрал себе наш Господь, пребывая в этом мире. Он не объединился с религиозными фарисеями или философскими саддукеями, потому что он был известен как друг мытарей и грешников. Как я рад этому! Я думаю, что он тогда не откажется и меня назвать своим другом. Став моим другом, он, конечно же, не поднял этим свой авторитет. Думаешь, что ему делает честь называть тебя своим другом? Нет, если бы Господь Иисус не снизошел к нам, то он не пришел бы ко мне. И если бы он не искал недостойных, то наверняка не пришел бы и к тебе. Последний спутник нашего Господа был не просто грешником. Его называют убийцей. Он был арестован и осужден римским судом. В данном случае это было справедливое осуждение, потому что осужденный сам признает это. Злодей, изобличенный в преступлении, был последним человеком, с которым наш Господь Иисус имел общение на этой земле. Как низко он склонился к самым презренным из этого человечества. Если эти строки читает кто-нибудь, изобличенный законом в преступлении, то я хочу призвать его искать прощение и изменение сердца через нашего Господа Иисуса Христа. Ты можешь прийти к Нему, кто бы ты ни был. Разбойник на кресте – это образец человека, который отяготил свою совесть огромной виной, но не пытался извинить свой грех, а поверил в Господа Иисуса и был в тот же миг спасен. Никто из вас не исключен из бесконечной милости Христа. Какой великой не была бы твоя вина, если ты веришь в Христа, то Он спасет тебя. Продолжение следует...